С начала года на территории округа зарегистрировано 86 случаев возгорания, что на 100% превышает статистику по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В выходные дни в районе Йокуши произошло одно из последних возгораний. Тему продолжит Наталья Доркина. 12 июня около 10 часов утра на телефон 112 поступило сообщение, что в районе деревни Йокуши наблюдается сильное задыбление. Сотрудники пожарной части на касса ПСС оперативно выехали на место возгорания и приступили к тушению пожара уже в 10.30. В общем, было задействовано порядка 20 человек личного состава. Также к месту пожара доставлялись по реке, были плавсредства привлечены, были задействованы в тушении мотопомпы, ранцевые огнетушители. Ну и возгорание было ликвидировано в районе 4 часов только вечера. То есть с утра практически до вечера пришлось пожарным тушить. После того, как уже потушили, повторное возгорание было в том же самом районе, но там уже таких сильных последствий не было. Напомним, что с 1 мая на территории Наринмара действует постановление о запрете палов сухой травы на территории муниципального образования в пожароопасный период 2021 года. В документе указано, что с 1 мая по 31 августа запрещено выжигание сухой травы разведения костров в жилой парковой зоне на пожароопасных объектах. Нужно оценивать обстановку. Сегодня мы видим сухая ветреная погода. В таких условиях я никому бы не рекомендовал разводить огонь. Будь там костер, будь то сжигание мусора, будь то пикник. Максимально ограничится без разведения открытого огня. Но если уж мы пошли на это, есть разные мероприятия, в том числе и культурные, то всегда нужно подготовить место для разведения костра, то есть углубление в земле, расчистить территорию перед этим. Я бы еще рекомендовал запастись первичными средствами пожароотушения. Также необходимо опомнить, поджог травы и сжигание мусора в необорудованных местах влечет наложение административного штрафа на граждан от 2 до 3 тысяч рублей, на должностных лиц от 6 до 15 тысяч рублей, на предпринимателей без образования юридического лица от 25 до 30 тысяч рублей, на юридических лиц от 150 до 200 тысяч рублей. На сегодняшний день на территории Ниньского округа наблюдается рост пожаров. В сравнении с логичным периодом прошлого года это практически на 100%. Так, в этом году у нас произошло 86 пожаров, в прошлом году на сегодняшний день произошло 46 пожаров. Также у нас превышение идет по гибели людей на пожарах. Так, в прошлом году погиб один человек, в этом году уже два человека погибли на пожарах. И в этом году травмировано 6 человек, в прошлом году травмировано 4 человека. По словам сотрудников МЧС, в основном все причины пожаров связаны с человеческим фактором. Из-за аномально низких температур в начале года происходило большинство возгораний. Котельные установки и печи на твердом топливе, автомобили, которые обогревались различными устройствами – все это служило причинами, по которым случались возгорания. Будьте внимательны и осторожны.